11 октября межведомственная лекторская группа при администрации города под руководством председателя межведомственной лекторской группы Раджа Багинджаева провели встречу с учащимися первых курсов медицинского колледжа Пуану. Главными темами беседы явилось противодействие идеологии терроризма и экстремизма, наркомании, занятость молодежи, а также духовно-нравственное воспитание. Слава Всевышнему, что нет у нас таких проблем, как межнациональные и межконфессиональные конфликты. Я сам работник отдела по межнациональной политике при администрации города. Зовут меня Раджав Багинджаев. Могу вам сказать, что мы ссылаемся на то, что нет у нас межнациональных и межконфессиональных конфликтов, но среди молодежи, как в школах, так и в колледжах, университетах бывают такие маленькие разногласия. Собираются определенные группировки, аварцы отдельно, дорогиецы отдельно, громыки отдельно, начинают друг друга поддерживать в большей степени отдельности. И на этой площади, естественно, какая-то образовывается рост между межнациональными отношениями. Я вас убедительно хочу призвать к тому, чтобы не различали друг друга по национальным признаниям. В работе собрания приняли участие представители отделов и управления администрацией города, сотрудники правоохранительных органов, специалист отдела просвещения города Хасавьер Примухтийайте Республики Дагестан Магомед Аревдарбишев. Начальник отдела по делам молодежи и туризма Иша Татаева отметила, что на сегодняшний день очень важно формирование толерантного социально-политического, правового, культурного сознания несовершеннолетних. Очень много мероприятий и конкурсов у нас проходят в городе, связанных с развитием творческих способностей наших студентов. Почему я это говорю вам? Дело в том, что здесь присутствуют первокурсники, в основном это приезжие, не городские. Что город может предложить сегодня вам? Вам, первокурсникам? Ну, вторые и пятые, наверное, старшие курсы уже знают, что у нас есть в городе, а что и где могут посещать первокурсники. Значит, неподалеку от вас, на этой же улице, есть дворец культуры Спарта, в котором функционируют на сегодняшний день 12 секций абсолютно бесплатно, которые развивают ваши способности. Там есть две секции, которые мне очень нравятся. Это студия, студия, я назову так, студия ораторского мастерства. Вы как будущий специалист, да и просто, наверное, люди, которые общаются в социуме, должны быть там уникабельны. Я вам рекомендую посещать эту студию. Дело в том, что эта студия развивает в человеке, в молодом человеке, вообще в человеке, араторские искусства. Правильно и грамотно строить свою речь, как входить в контакт со своими собеседниками, как уметь донести свои мысли, это очень важно для всех. Присутствующие члены лекторской группы неоднократно говорили со студентами на такие темы, как злоупотребление психотропных веществ лицами недостигших несовершеннолетнего возраста, поскольку пагубное влияние со стороны общества может травмировать психологическое состояние у подростков. Молодежь, подростки, в первую очередь, находятся в группе риска, подвержены из-за не до конца сформировавшейся психики, да, имеют воздействие на себя со стороны лиц, которые негативно могут повлиять на них. Я являюсь самым руководительным психологом, консультантом химической зависимости. На сегодняшний день наш центр имеет, да, мы работаем больше чуть года, да, эффективно, да, мы имеем десятки спасенных жизней, восстановленных семей, да, благодарных родственникам. Ну, мы занимаемся не только тем, что помогаем людям выздоравливать от этой страшной болезни, а я хочу, чтобы вы понимали, что это болезнь, что это не просто забава, какая-то шалость, да. Вот, мы также занимаемся пропагандой здоровой трезвых жизней. Я не просто так занимаюсь этой деятельностью. В свое время, да, в прошлом на себе ощутил всю боль, ужас этой зависимости. Потерял очень много, похоронил родных, близких, нелюдей. Потерял, да, все, что можно было потерять. И когда-то мне протянули руку помощи, да, у меня получилось выздороветь, восстановиться. Сейчас я также помогаю сам людям от этой страшной беды. Вот, я хочу, чтобы вы имели морально-морабственную, сильную гражданскую позицию. Если вы знаете случай распространения психотикных веществ, наркотиков или того, что на свае, о чем Марина говорила, Айшат, да, мам, о чем Айшат говорила, да. Сегодня человек, который распространяет на свае, тот же шпак, и завтра он будет распространять героин. Не бойтесь, да, не думайте, что вы будете там стукачами, как я уже сказал, или ябедниками. Сообщайте об этих фактах от употребления, от распространения своим родным, близким, родителям, педагогам. Можете, если боитесь открыть это, говорить об этом как-то анонимно. Не закрывайте на эти глаза, протяните руку помощи таким людям. По словам организаторов встречи, в планах лекторской группы множество посещений среднеспециальных учебных заведений и школ города. Продолжив, что эти мероприятия направлены на то, чтобы обратить внимание общественности к проблемам, которые возможно решить лишь общими усилиями.